здравствуйте дорогие друзья с вами Светлана Филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет не очередной разбор а немножечко другая вещь дело в том что ко мне часто обращаются вот обращаетесь вы с тем что нет жизненных сил и что-то идет не так ну вообще сейчас вот у многих людей нет ощущения счастья и вы знаете то что я занимаюсь астрологией попутно и консультирую я понимаю открыла для себя вот в первую очередь одну такую классную фишечку который который хочу сейчас с вами поделиться вы каждый из вас можете это сделать онлайн не прибегая к услугам консультации и ну решить для себя во первых очень важную вещь дело в том что мы состоим как бы и ну вот когда начинаешь разбирать натальную карту в ней три основных грани сразу видно человека которого я разбираю и вот эти грани они очень важны дело в том что когда они не проработаны или не замечены самим человеком человек как бы хромает на одну ногу понимаете вот у него три грани личности которые надо обязательно им уделять внимание и это для каждого человека такой знаете огромный потенциал энергии и вот это вот я хочу вам рассказать что это такое как это узнать что лично для вас является источником энергии чтобы вы это узнали и начали применять своей жизни потому что многие люди живут им кто-то интуитивно находит способ как ему набирать энергию кто-то не находит этого способа и поэтому ему не хватает энергия сейчас когда энергия уходит просто улетает энергия это деньги это время это на счастье это состояние счастья которого нам не хватает вот сейчас я вам хочу дать вот эту фишечку которую прям сама использую и она просто волшебная когда вот я рассказываю своим клиентам на консультации об этих вещах они просто раскрывают свою личность и это помогает им ну получать просто огромный потенциал энергетический денежный и так далее а так вот эти три грани личности они видны сразу в натальной карте но для начала давайте мы научимся делать натальную карту с помощью онлайн конструктора и под видео я помещу ссылочку где это делается бесплатно абсолютно вы просто вносите данные вот сюда а сейчас вам покажу вот здесь например вы вносите свое имя здесь дата рождения значит ну тут все понятно да очень важно чтобы вы знали время рождения то есть вот это вот работает только если вы знаете время рождения сюда вносите время рождения потом сюда вносите а ну там будут выплывающие окошки вносите место рождения дальше ничего не нужно делать то есть место рождения там все по смыслу разберетесь и нажимаете рассчитать натальную карту дальше смотрите вот у нас рандомная натальная карта честно скажу это моя карта но это не важно важно другое вот казалось бы такой круг непонятный да но здесь очень важные вещи на которые я прошу вас обратить внимание вот эти три вещи первая вещь она нам всем известно это знак зодиака в котором вы рождены это значит в каком знаке находилось солнце в момент вашего рождения и это у нас вот в данном случае в скорпионе да значит солнышко у нас вот солнышко обозначено вот таким вот кружочком и находится в скорпионе вот видите здесь на равные части разделен этот круг это 12 частей каждая часть это знак зодиака она я вам сейчас покажу как проще это все узнавать не обязательно вот эти все знаки распознавать просто вот показываю наглядно потом проще сделаю даже поэтому не пугайтесь сразу а значит солнышко у нас находится в скорпионе это знак зодиака значит у данного человека скорпион а второй показатель это в каком знаке находится луна и здесь вот смотрите вот она луна она обозначается вот так вот как луна и она здесь находится в знаке рака это второй показатель и третий показатель который очень важен для нашего сегодняшнего разбора это в каком знаке находится асцендент это вот начало натальной карты и вот в данном случае асцендент находится в омне вот это то что нужно нам понять по натальной карте дальше смотрите под вот этим кружочком вот когда вы там рассчитаете вы увидите в этой в этом конструкторе вот эту табличку и вот здесь вот все намного проще вот смотрите солнце здесь написано скорпион луна рак и значит а а с вот внизу видите вот этого асцендент овен все вот это три показателя которые вам важны теперь смотрите что это обозначает солнце это символ личности это энергия человека это его сознание и вот то как мы себя проявляем часто вот мы в себе обязательно чувствуем энергию того знака в котором находится солнце это вот на одну треть поэтому часто бывает так что человек относится к какому-то знаку зодиака но выглядит как совсем другой знак и это нормально потому что еще два показателя не учитываются при том что вот солнышко в каком знаке но это самый простой дело в том что солнце в знаке находится течение месяца да и люди рожденные в этот месяц они относятся к одному знаку и ну как бы это величина не так часто меняется а другая величина которая меняется в течение дня тоже она она уже меняется в течение одного дня ну в среднем да а это луна луна переходит из одного знака другой ну ну там почти день да поэтому каждый день вот в знаке зодиака луна переходит в разные знаки вернее даже не не день а там полдня поэтому получается что луна она быстро ходит по кругу да и вот это вот уже как бы такой показатель в каком знаке находится луна она может поменять в течение дня свой знак и это уже вот почему нужно знать время рождения что такое луна в каком знаке она находится луна это то как человеку комфортно отдыхать понимаете где он наполняется энергией вот он ну мы все спим ночью для того чтобы наполниться энергией и луна олицетворяет где человеку нужно провести какое-то какую-то часть времени чтобы наполниться как он должен это сделать и это уже такая внутренняя часть эмоциональная часть человека и она очень важна вот именно для эмоционального проявления человека для того чтобы он чувствовал себя наполненным и отсюда счастливым потому что ну я не знаю как у вас но если я не выспалась то я начинаю становиться злой и на всех бросаться и так далее я думаю что у вас тоже самое происходит но это это нормально потому что человек когда не выспался и не поел это самые главные физиологические требования он ну не не до конца человек поэтому нам необходимо все это надо поэтому луна очень важна для того чтобы нам нормально себя чувствовать это второй показатель и третий показатель это в каком знаке находится асцендент асцендент это символ личности это внешнее восприятие то как вас воспринимают и то как вы себя показываете и это даже больше даже больше ну вот когда вы видите человека асцендент этого человека вы видите в первую очередь не то в каком знаке у него солнце не то в каком знаке луна а вот то как он выглядит как он себя поведет в стрессовой ситуации вот это вот это асцендент понимаете и вот этот показатель это очень важный показатель для того чтобы человек ну как вот получается что вот три грани каждая из этих граней очень важна и зная что мы там по гороскопу такие то а там есть специальные солнцезажигающие действия там что надо сделать чтобы ну там себя чувствовать нормально пополнять энергию но этого мало надо по всем трем пунктам знать что надо делать для того чтобы быть счастливым для того чтобы быть наполненным энергией так вот наполнение энергии надо вести по всем этим трем пунктам надо главное знать что нам подходит потому что ну вот одному нравится отдых там лежать на пляже тюленем да а кому-то нравится путешествовать по разным городам это абсолютно разные варианты отдыха кому-то нравится читать кому-то нравится смотреть кино кому-то нравится эмоционально разговаривать с подругами и так далее то есть у каждого человека свой отдых и вот этот отдых надо знать надо вот удовлетворить себя по всем трем вот этим вот пунктам да причем это не обязательно как-то энерго затратно или денежно затратно это то ну например деве нужно убраться в доме и это для нее нормально понимаете для девы уборка в доме это релакс да а там ну то есть получается это не обязательно про отдых это про то где мы себя чувствуем комфортными и что нам помогает восстанавливать свои силы и чувствовать себя счастливым да и поэтому вот поставьте себе прям напишите у себя на бумажках вот эти три знака которые у вас важны не важно в каком порядке главное вот в каком знаке у вас солнце ну в данном случае пишем на бумажку скорпион луна у нас враги значит пишем на бумажку рак и значит асцендент вовне пишем на бумажку овен и вот по этим знакам а я вам сейчас подскажу несколько способов взаимодействия с миром до что надо делать для того чтобы себя прокачивать то есть не надо никакие трансы там еще что то то есть берете и вот если у вас этого в жизни не хватает берете и получаете и от этого становитесь намного счастливее а значит первые у нас по традиции идет овен и здесь у нас в данном случае это асцендент что он что это за птица такая да овен овен это лидер это победитель он амбициозен независим нетерпелив и он зажигается от спорта активности споров конкуренции борьбы преодоления чего-либо когда он находится в роли лидера вообще вот ну так как это моя карта да я скажу что когда мне особо тяжело когда мне особо сложно жить я иду и делаю гимнастику понимаете если даже я устала как собака вот я иду делаю гимнастику потом принимаю душ и я новый человек в любое время суток понимаете вот сначала это тяжело идет но когда ты это делаешь это становится это прям кайф вот самое простое что овен может сделать в любой жизненной ситуации как бы ему плохо не было он идет делать гимнастику не знаю там приседает просто сколько может и от этого ему становится легче вот это первое второе телец телец у нас ну здесь он не представлен но кто у нас телец а значит это человек очень упорный терпеливый не тороплив и весьма добр раскачивается долго но если уж разогнался его не остановить это такой знаете очень медленно запрягает но быстро едет любит все эстетически приятное и неудивительно потому что покровитель телца это венера а значит а приятная комфорт расслабиться насладиться вкусной здоровой вернее даже не здоровой а красивой едой а тельцу важно чтобы все красивенько было потому что венера любит красоту вот удовлетворяйте эту красоту все тельцы у кого там куда-то попал телец значит все ваше дело вот чтоб вам перезагрузиться занимайтесь красотой энергия тельца энергия материального мира поэтому он получает энергию и через деньги потратил энергию желаю получить денежную компенсацию за это энергия накапливается в комфортном привычном для себя месте где ему приятно надежно спокойно где он в окружи где он окружен своими вещами а тельцам можно просто полежать 15 минут в спокойной обстановке где их никто не трогает и ему сразу становится легче до через вкусную еду теряется энергия в кризисных ситуациях потому что телец не любит кризисов неожиданных ситуациях и поэтому телец старается избегать этого радость от всего материального чем больше денег тем больше радости и уверенности материального ну то есть как деньги это не это средство это это не не цель это средство до для тельца это средство для того чтобы чувствовать себя уверенно да и еще знаете я от себя немножко добавлю что тельцу может быть какое-то рукоделие подойдет а вот где он создает именно красоту понимаете вот особенно девочкам энергию вот эту венеры вот эту женскую энергию прям вау-вау ухаживать за собой вот что такое массажик сделать да очень очень хорошо массажик тельцу а значит следующий у нас идет близнец это люди очень любопытные энергичные независимые общительные коммуникабельные любопытные с веселым характером а если им не хватает запаса жизненных сил они ищут нового общения новой информации новых людей а значит без общения без движения и информации запас жизненных сил у них утрачивается поэтому если у вас хоть один из этих трех показателей близнец значит идите в люди общайтесь общайтесь вот просто выходите на улицу и разговаривайте со всеми людьми пусть вас примут за сумасшедших но все равно вы получите свой запас энергии но я думаю что таких вы обязательно найдете потому что по трем показателям хоть у кого-нибудь да будут близнецы надо и найдете себе друга а значит без общения без движения да вот запас сил утрачивается и этот близнец радуется и а когда общается знакомиться дружит пишет учит а кстати близнец очень любит учиться чему-то какую-то новую информацию да вот вот прям новенькую такую прям радость от поездок он любит путешествовать туризм ну вот насколько у вас хватает на это финансов прям используйте на полную катушку но в принципе можно интересного всего найти и без расходов выйти там из дома изучить там что-то вокруг дома и уже будет вам счастье а следующий у нас рак в данном случае рак находится в луне вернее луна находится в раке и что это такое но не буду называть этого человека душнилой это это такое знаете я про себя просто говорю что я в душе душнила но это отчасти так потому что рак это интуитивный эмоциональный умный страстный но это тот человек который любит вот эту эмоциональную жизнь докопаться до самой самой глубины утра раскопать все самые страшные тайны и над ними пострадать немножечко вот это вот у рака всегда все самое хорошее было в прошлом и вот рак любит вспоминать какие-то такие ностальгические моменты а значит а самый эмоциональный знак кстати ну здесь я поспорю в принципе рыбы тоже с ним могут посоревноваться в эмоциональности да но у рыб там тоже глубина тоже вот этот самоанализ поэтому но будем считать что рак самый эмоциональный но чаще всего он сам не любит делиться своими эмоциями значит рак любит спрятаться в домике и для него очень хороший отдых это спрятаться в своем жилище чтобы его никто не беспокоил вообще даже отключить телефон вот раки часто ну вот я по себе знаю да мне иногда хочется просто а от всех чтобы меня никто не трогал да вот какое-то время быть одному вот одной мне одному раздвоение личности значит что рак получает энергию от заботы о своей семье вот самое большое удовольствие для рака чтобы близкие были счастливы это просто и поэтому вот у меня например куча детей до знаете семья это самое главное для рака чтобы было все уютненько дома но уют даже не так важен важнее чтобы важнее всего погода в доме как лариса долина когда-то пела значит а рак теряет энергию когда нет семьи нет человека о котором можно позаботиться поэтому находите я не заходь кошечку пойдите на улице найдите и заботьтесь они если вам заботиться не ака а у вас есть вот среди этих трех показателей рак значит я радуюсь когда кто-то нуждается в моей заботе так говорит рак когда человек зависим от меня либо когда я сам от кого-то эмоционально зависим вот это вот знаете у рака больная тема это привязчивость да вот он сам привязывается любит когда к нему привязываться вот это вот такая ну это отдельная тема о которой можно потом поговорить до радость от воспоминания копания в прошлом расследование чего-нибудь изучение семейного древа строительство своего родового поместья поэтому у раков вы найдете много фотографий из прошлого и если он найдет кого-то еще такого же интересующегося такими вещами это будет просто шикарно а следующий знак у нас лев лев великодушен решителен и храбр значит но самая главная фишка льва это внимание ему важно чтобы вы ну чтобы он получал внимание это самое главное он должен блистать о нем должны говорить все должны им восхищаться поэтому вот если вы лев вот если среди ваших вот этих трех характеристик есть лев то ищите где вами будут восхищаться я не знаю ну у каждого человека есть такие вот вещи которыми можно похвастаться да вот ну у кого-то там не знаю финансовые возможности есть у кого-то внешность там кого-то в конце концов фотошоп никто не отменял поэтому делаем фотографии ретушируем выставляем и и жаждем приключить как не приключение это я сейчас как овен рассуждаю жаждем вот восхищение восхищение это про льва вообще львы очень амбициозны и знаете вот среди львов больше всего вот блогеров таких известных людей то есть это те люди которые что-то делают для того чтобы они говорили вот и становитесь блогерами если вам есть хоть что-то сказать вот прям берите и говорите там какой-то артистизм включайте но главное чтобы к вам больше внимания было и вот от этого вы кайфуете вы теряете энергию когда этого нет и я даже я такая хитрая я просто среди своего окружения у кого есть вот этот лев я просто лишаю их своего внимания на какой-то период и они начинают паниковать вот такая фишечка для девочек которые хотят там соблазнить своего мужчину льва так вот вот его слабое звено это внимание ваше поэтому вот пожалуйста вам такая подсказочка как им манипулировать но это уже тема отдельного видео и вообще возможно если вам это понравится я дальше продолжу с вами делиться этими фишками ада а значит а по льву понятно дева а дева это такой элегантный организованный добрый знак зодиака его воплощает принцип порядка и вот для девы самый лучший отдых это уборка или сортировка вот либо там компьютере наведения порядка либо не знаю там библиотеку какую-то расставить правильно так там либо вот навести порядок в доме вот вот это вот для девы это самый лучший релакс и теряет энергию дева когда все в бардаке дела в бардаке или что-то что-то происходит не так где нет порядка значит дева теряет от этого энергию она даже может не осознавать на уровне мозгов но все равно ей это дико не нравится и а вот это вот пожалуйста дева зажигается от темы здоровья ремонта профилактики когда все структурировано четко понятно а значит а ну вот ну самое главное для девы это порядок вот пожалуйста вам фишечка да а дальше весы если у вас что-то есть в весах то это значит что вы очень дипломатичный интеллигентный артистичный человек которому важно важно гармония во всем вот кстати у весов тоже как и у тельцов их им покровительствует венера это значит гармония это должно быть все красивенько должно вот то что я прочитала про тельцов про весов то же самое но весы они знаете они немножечко как они их немножечко шатает да вот вот это вот непостоянство сегодня я люблю вот этого а завтра я безумно люблю другого и ну вот как так сегодня я его уже не люблю но вот вот это вот у весов ну к сожалению или к счастью такое вот присутствует да ну или там не обязательно этого мне очень нравится вот такой интерьер а завтра вот он немножечко должен быть другой потому что вот мне это уже не нравится а да значит а весы рождены с энергией которая накапливается через получение гармонии путем уравновешивания отношений поэтому нуждаются в партнере отношениях так как через них получают энергию если тельцу достаточно вот по венере чтобы у них дома было все красивенько уютненько и они там перезагружаются то венере нужно еще и в отношениях оказаться чтобы вот прям в отношениях создать вот эту гармонию то есть тельцы направляют на материальное а весы направляют свою венеру на отношения им очень важно давать любовь но и получать ее тоже взамен поэтому если у вас отношения кстати с весами да то вот вот этот баланс давать брать обязательно учитывайте а есть партнер у весов значит есть энергии нет партнера нет энергии но тогда если даже нет партнера с подружками всегда можно поговорить вот вот обсудить не знаю перемойте косточки вот и кроме того если ну вот нет партнера да идите в салон красоты я не знаю там шоптись на шопинг в магазин даже просто ничего можете не покупать но просто ходите примеряйте красивые платья любуйтесь собой фотографируйте себя наслаждайтесь собой вот что-то находите такое или просто проводите какие-то процедуры дома со своим телом чтобы становиться еще красивей и и еще более привлекательной и наслаждаться собой уже в конце концов да даже если нет партнера а значит энергия теряется если их ставят перед выбором да кстати вот весы не любят выбирать вот самое страшное для весов это сделать какой-то один выбор потому что они всех любят сегодня я люблю одного завтра другого и я я в общем-то продолжаю в какой-то степени какую-то часть своей души посвящать этому почему я должен выбирать вот это вот у весов постоянный вопрос ну вот и теряется энергия от деструктивного и грубого общения от ссор конфликтов которые в которых трудно найти баланс то есть живите в балансе и будет вам счастье зажигается зажигаются весы от всего эстетичного красивого когда наблюда соблюдается этикет правила традиции зажигается когда он в партнерстве когда есть муж жена друг в крайнем случае конкурент то есть вот вот надо обязательно чтобы весы были в партнерстве да дальше следующий знак это скорпион но здесь много чего я написала про скорпион обладает природным магнетизмом сильным характером выносливые обладают стойким духом но это все бла-бла скорпиону нужно самое главное это адреналин скорпиону необходимо этот адреналин получать в любом виде самое простое это не знаю не чтобы меня не забанили но в общем вы понимаете это отношение мужчины и женщины сам на самых нижних чакрах вот так вот чтоб меня не забанили за слово которое на может быть не очень хорошо воспримется да да так вот значит скорпион в этом хорошую он в этом разбирается но для него часто это как спортивный интерес потому что это возможность вот как раз эмоционально себя прокачивать а сублимация чтобы не скатиться на нижние чакры полностью сублимация это экстремальные виды спорта какие-то приключения ну вот вот все что вызывает в человеке эмоцию чтобы он чем больше эмоций тем больше у скорпиона энергии поэтому если в вашем вот в ваших трех этих характеристиках есть скорпион то максимально адреналиновые встряски всплески неожиданные какие-то вещи в конце концов скандальчик он тоже может помочь скорпиону прийти в себя да вот такие вот скорпионы тоже и вообще любое спокойствие если тише гладь у скорпиона то это скорпион умирает от этого он он лишается энергии это дохлый скорпион становится и он не пригоден для дальнейшей жизнедеятельности в общем раскачиваете если у вас там в семье есть скорпионы вот по каком-то по какому-то из трех пунктов раскачивайте любыми путями в крайнем правда в случае даже подойдет скандальчик хорошенький чтоб он прям поднял попу с диванчика и начал что-то нервничать вот нервничать главное нервничать а значит там еще скопион любит копаться в себе трансформировать себя вот можно кстати без скандалов просто указать ему на его недостаток и пусть он в этом недостатке варится он будет он конечно будет стресс испытывать но от этого получит удовольствие а значит любит повышать границу своих возможностей зажигается когда командует управляет манипулирует преследует власть какую-то организовывает себе магия все тайны науки работа с энергией секс все-таки я сказала это слово сильнейшие переживания радует скорпиона то есть максимально переживайте вот этого не жалейте скорпион вам на сознанием дела а сразу говорю не жалейте скорпионов и можете им создавать любую встряску и от этого он будет кайфовать следующий знак это стрелец обладает ярко выраженной харизмой лидера стремится к образованию получает энергию от престижного положения стрелец стиля теряет энергию от невозможности расширять свою картину мира от сидения на одном месте то есть если вы имеете дело или у вас есть вот один из трех показателей стрелец тонн расширяйте свою картину мира познавайте мир приключения какие-то вот я вообще стрельца считаю как знаете вечного ребенка который наслаждается вот тем что он живет на славе вот он увидел там листочек и говорит ах листочек ах какой он интересный вот но не не такой не так как рыба это скажет но ему будет интересно из чего состоит этот листочек ну то есть вот какие-то знания больше про стрельца но он как ребенок все равно всем интересуется все ему важно а значит потеряет энергию стрелец если утратит авторитет и получает энергию от масштаба вот главное не мелочиться стрельцу ему надо давать масштабные задания и он будет их делать доблестно преодолевать ему надо давать трудности чтобы он доблестно их преодолевал а значит стрелец радуется от всего духовного религиозного элитарного особенного иностранного экзотики когда в авторитете я и мое мнение когда могу помочь советам радуюсь когда у меня все самое лучшее машина квартира дом образование престижное бизнес бренды от путешествий заряжают то есть ну вот такой вот вечный ребенок наслаждается какими-то такими вещами которыми можно наслаждаться до следующий это у нас козерог это целеустремленность ну и ему покровительствует сатурн это структура это все квадратное да и поэтому козерог это целеустремленный стойки ответственный не боится одиночества в отличие от весов а готов переносить любые житейские трудности преодолеть любые препятствия козерог рожден с энергией которая накапливается через аскетизм добровольный отказ от чего-то через ограничить день ограничение себя в чем-то для достижения своей цели концентрация на цели дает энергию а значит если хотите лишить себя энергии уберите у себя цель то есть бесцельно начните жить эти вот козерожки да и все и сразу у вас пропадет энергия если у вас сейчас нет энергии а вы козерожка то пожалуйста ищите себе цель масштабную большую начинайте вести аскетический образ жизни и вы будете получать такой кайф от этого как никто от этого вообще в принципе не может получать от такого варианта но вот видите как бы и вот в данном случае даже расходы не нужны на отдых просто начинайте себя загонять да и будет вам счастье понимаете достижение статуса дает энергию козерогом а то есть стави поставил большую цель достать там каким-то начальником крутым начинаете изучать книги там не знаю учебники прям вот целыми днями сидите за учебником но наслаждаетесь уже этим а когда достигаете цель вот вам приходит вообще высшие высший кайф виде ну вот не буду опять таки опошлять мою блестящую мысль пустая трата времени это потеря энергии для козерога поэтому нет не теряйте время время деньги знаете как бесцельно прожитый день это пустой день у кого-то там я читала еще когда мы в школе учились у классиков было такое что бесцельно прожитое время но не помню напишите мне в комментариях эту цитату я читаю его и вот помню частично только да а значит а что еще достижение зажигаясь от наград вот награды любит козерог кстати если у вас кто-то из ваших родных или близких или ваш мужчина например козерог то награждайте его вот он сделал обязательно его наградите это тот человек который зависим от наград и это для вас может быть таким манипулятивным приемчиком да значит а дальше по части любит козерог чем больше ответственности обязанности тем больше чем больше от него зависит тем больше он чувствует смысл своей жизни то есть возлагайте на него максимальное количество ответственности заданий и так далее и он будет счастлив представляете вот казалось бы ну вот отдых это предполагает там какую-то кучу денег да потратить на отдых а на самом деле все проще у каждого знака зодиака свой он вернее даже не так а зодиака а у каждого из нас три варианта отдыха и эти варианты отдыха абсолютно бесплатны и приносят наоборот вам деньги если вы этим займетесь деньги успех и благополучие и еще кучу разной энергии поэтому я думаю что это видео вам поможет но я еще не не кончила что называется значит следующий у нас водолей водолей это человек одаренный воображением идеалистический свободный интуитивный знак не выносит рутины и скучных обязанностей независимость это главное условие деятельности а значит водолей теряет энергию когда его лишают свободы зависимость от ситуации от человека это потеря жизненных сил поэтому а ему ни в коем случае нельзя этого делать да а значит еще пять минут буквально сейчас у меня тут пришли убирать номере а значит смотрите дальше что вы получаете энергию от всего нового и неординарного оригинального от новых изобретений теряете запас жизненных сил в окружении старых и обычных вещей зажигаетесь от общих высоких социальных тем мир во всем мире борьба с войной волонтерство и так далее и последний знак по традиции это рыбы самый чувствительный и мечтательный знак зодиака но здесь я конечно поспорю рак и рыбы это главные чувствительные чувствилочки вообще зодиака поэтому если у вас есть рыба то вы очень чувствительный душевный ранимый человек которому нужна искренность во всем ну и это очень мудрый отзывчивый знак у вас хорошо развита интуиция это позволяет вам быть своим в любой среде находить наилучшие выходы в затруднительных положениях получаете вы запас жизненных сил от уединения добровольной изоляции музыки живописи поэзии медитации проявление милосердия сострадания к другим людям понимание их восприимчивости к ситуации то есть вы вместе с раками пожалуйста идите находите котенка бездомного о нем в общем ухаживайте за этим котенком и будет вам счастье да значит там но единственное что рыбы могут уйти мир иллюзий и грез так же как раки в прошлое уйдут рыбы уйдут в иллюзии но тем не менее там вы найдете какие-то новые инсайды и воплотите их в жизнь радость у вас от всего творческого абстрактного иностранного экзотического от помощи другим людям благотворительности и ну в общем вот от этого всего да ну вот на этой радостной ноте я думаю что можно и завершать я очень надеюсь что вам эта информация поможет потому что она помогает мне помогает тем кто обращается ко мне за консультацией я обязательно это рассказываю я еще много чего рассказываю если вам интересно под видео будет ссылочка на консультацию обращайтесь там много всего но единственное что еще хочу сказать вот эту информацию можно использовать еще в отношениях если у вас в отношениях вы знаете время рождения вашего партнера то вы можете тоже вот эти три фишечки у него узнать и что называется вот к нему зайти с подветренной стороны да вот что ему нравится вы можете ему это организовать причем без ну как вы видите это вот в общем-то можно это все делать без затрат на это можно сделать экономично и в то же время очень эффективно вот попробуйте и если у вас какая-то вот из трех вот этих вот составляющих не прокачано то это знаете такое ощущение вы наверняка чувствуете что вы как бы хромаете вы не используете себя на полную мощность вы не берете ту энергию которая вам должна дать вселенная и к сожалению вы живете неполноценной жизни да я с вами на этом прощаюсь спасибо вам за внимание до новых встреч пока пока